Привет! Мне понравилась реакция на видео о лондонском фиксере и веган-маргарите. Что не понравилось, так это желание некоторых заткнуть, замять проблему, сменить неудобную тему. Такого не произойдет никогда, пока я буду делать эти видео. Аргументы под видео, если и встречались, то имели дефициты в логике. Так использовался множественный метод подмены тезиса и соломенного чучела. Как, например, речь в видео шла о том, что, имея информацию о канцерогенности красного мяса, люди до сих пор покупают эти продукты, да еще и кормят детей. Кстати, атеросклероз начинается уже у грудных детей, и основная причина это повышение уровня плохого холестерина, который в свою очередь происходит из-за определенного диетического выбора. Так, 20 годам у всех приверженцев традиционного питания в той или иной степени ученые находили отложение в артериях. А что мне пишут в ответ? Ну, шахтеры тяжело работают, ну, на севере тяжело. Я говорил, что мой канал о саморазвитии в том числе, и запомните такой пример. На предложение я езжу на велосипеде на работе, на работу, отвечать, ты что, не можешь позволить себе машину? Логически, неверно, неправильно. Представьте, горящий дом, ты пытаешься сделать все возможное, от тебя зависящее, а жильцы этого дома говорят, чувак, мы с тобой обычно о футболе говорили, давай без всяких этих про огонь, пожар. Мир сошел с ума просто. Упрямая слепота до хорошего никого не доведет. И еще пишут, мол, съемка женщины в магазине со спины это преступление, при этом по факту погибло ноль людей и животных. Тот же комментатор на ужин имел результат оплаченного убийства и насилия. Это, видимо, нормально. Это мой выбор, кого хочу, того убиваю или оплачиваю для убийства. Когнитивный диссонанс и незнание законов. Подмена тезиса. Человеку говорят о проблеме выбора питания и влиянии его на здоровье. Эй, чувак, ты зачем так снимаешь? У кого-то просто случилась подмена мозгов на тот, что поражен когнитивным диссонансом. Ну, засуди кого ты там хотел. Одни пустословы. Кстати, в видео о Михаиле Яйцеке было восстановлено. Еще один пустослов. Уже сейчас ты можешь делать что-то для своего здоровья, для экологии, для всей планеты. Нет, лучше я потрачу 10 минут на комментарий, который хочет опустить людей, которым не все равно. Конечно, было много бессмысленного и беспощадного хейта, но я хочу прояснить кое-что сегодня. Ютуб не источник моего основного заработка. С него я зарабатываю даже меньше, чем ожидал. Я бы назвал это приятными копейками. Может что-то изменится, но мне плевать. Я делаю то, что считаю должно быть сделано, не из-за денег. У меня, как в том анекдоте, все есть. Мне ничего не надо. В первый час после видео стало на 20 подписчиков меньше, в следующие 2 часа прибавились 40. Если тебе здесь неуютно, неинтересно, ты знаешь, что делать. Нужно и дальше обдумывать, почему GTX 1070 могла бы быть лучше велосипеда, дальше верить в семейную предрасположенность, иметь проблемы с сердцем и ничего не делать в системе, в которой огромное количество перспектив для изменения к лучшему. Еще раз, я здесь не ради симпатий. Они нигде не остаются, нигде не считаются, не числятся. Мой контент как проводник лучшей информации, которая доступна мне на актуальный момент. И мне важно, чтобы ты просто услышал это. Если из тысяч просмотров я помог одному единственному человеку помочь самому себе, то это уже победа. Я достаточно взрослый, чтобы не принимать высказывания людей, которых я не знаю, близко к сердцу. Так что спасибо за внимание, можете подписаться на канал и подождать, пока мне починят камеру. Можете отписаться из-за плохого качества, из-за подстрекательств к действию по улучшению себя и мир вокруг. Это же преступление. И какая бы то ни была причина, самое главное, действуй до дома.